Всё, я узнала правду. Сейчас расскажу вам. Здесь у меня две коробочки, маленькая и большая. Сейчас мы узнаем. Так как я не могла снять это видео долго, я уже забыла, что находится здесь, что находится здесь, поэтому... Так, чё я тут вообще не советую? Для меня это всё сейчас будет практически сюрпризом, так же, как и для вас. Я не ожидала, что мне такое нравится, нюхать это. Да, немного. Я думала, там всё в корице снизу, но нет. Более-менее. Пахнет очень вкусно. Ну вот, заспойлерил, а вам про корицу. Ладно, будет интереснее смотреть. Прогрев такой будет. Ну, сначала чашечка пуэра за ваше здоровье, веганятки. Всем привет, с вами Маша, и добро пожаловать на канал Vegan Family. Если вы всё ещё удивляетесь, почему я веду сейчас этот канал одна, посмотрите, пожалуйста, это видео. А сегодня нас ждёт то, что я очень люблю, и то, что вы очень любите. Распаковка классных покупочек с iHerb. Итак, открываем коробки. Давайте начнём с маленькой. Эти ножницы для этого вообще совершенно не подходят. Но ничего, мы, блин, не ищем лёгких путей. Коротко, вскрыто. Что внутри? Прикол в том, что я очень долго не могла снять это видео, по причине того, что в жизни происходил всякий трэш, которым я обязательно поделюсь в Инстаграме. Здесь я поделиться этим не смогу, потому что формат Ютуба как-то не особо предполагает такие ежедневные, бытовые, рутинные новости. Здесь мы снимаем много полезного контента. Но в Инстаграме я также показываю себя с какой-то личной стороны и рассказываю о своей повседневной жизни. Классическое спасибо на самых популярных языках мира, и на русском тоже есть. Очень приятно. Упаковка, которую, кстати, я теперь не сдаю переработку, а коллекционирую, потому что я сейчас занимаюсь керамикой. Вы, наверное, уже об этом знаете. Когда-нибудь я покажу этот процесс в видео. Может быть, включу это в видео, что я ем за день. Кстати, давно хочу его снять, показать мои какие-то реалии. Room Tour, может быть, туда какой-то включить небольшой. Прогулять вас по Питеру вместе со мной. Вот, и показать, как я делаю керамику. Ну, в общем, я оставляю вот эту бумагу для своей керамики, потому что керамика, это, с одной стороны, довольно прочная, а с другой стороны, всё-таки хрупкая штука, и её нужно хорошо упаковывать. Вот бумага, мне кажется, это идеальный вариант. Она лёгкая, она объёмная, и она реально мятая, смягчает последствия ударов. Что внутри? Я вижу вот эти вот зелёные упаковочные обёртки, и я сразу понимаю, что здесь что-то в стекле. Что именно, сейчас посмотрим, ребята. Эти ножницы и для этого не подходят. Зачем они мне вообще? Они не режут. Будем рыбать руками. Итак, здесь у нас пробиотики. Мы, кстати, уже заказывали такие пробиотики и использовали их как просто для употребления внутрь. Мы рассказывали в видео, что Виталя болеет давно, и он пил много антибиотиков до того, как ему поставили верный диагноз. Да, вы, наверное, знаете, что наши постсоветские врачи любят назначать антибиотики на бум, не беря никакие анализы на резистентность к антибиотикам, на бактериальный посев и прочие необходимые диагностики. В общем, если вам предстоит удар антибиотиками, я советую всегда на такой случай иметь дома вот такие вот пробиотики, потому что они смягчают вот этот удар антибиотиков на ваш кишечник, на вашу вообще микрофлору. Кишечная микрофлора очень важна для нас. Также, кстати, можете употреблять натуральные веганские пробиотики в виде, например, квашеной капусты, в виде капучи и чего еще? Напишите мне в комментах, ну, может быть, каких-то покупных йогуртов и так далее. Также эти классные штуки можно использовать в качестве закваски для веганской сметаны. Мы, кстати, делились рецептом здесь, но я думаю, что нужно сделать отдельное видео, потому что люди постоянно не могут найти его на канале. Да, оно находится не в самом таком простом месте. Также можно использовать пробиотики для приготовления сливочного масла. Я делилась этим рецептом в моем новогоднем меню. Кстати, вы можете до сих пор купить мое меню. Может быть, оно уже не так актуально, потому что нет нового года, но на самом деле там нет никаких суперновогодних рецептов, типа оливье, не знаю, там море под шубой и чего-то такого. Там довольно классные оригинальные рецепты, которые вы можете использовать на любой праздник, да и, в принципе, включить их в свою повседневность, потому что заботиться о себе и радовать себя нужно каждый день. Я считаю так. Ну, по крайней мере, стараться делать это. Вообще нужно снять видео про то, что такое любовь к себе, забота о себе и как это соотносится с заботой о других и с эгоизмом. Вообще хочется снять кучу видео на немножечко такие более отвлеченные тематики. Надеюсь, что вам будет интересно. Если да, напишите в комментариях. Я всегда читаю все комментарии. Очень редко получается ответить на все, поэтому часто не отвечаю практически никому. Простите, но просто не хватает вообще времени для того, чтобы жить эту жизнь. Вот, поэтому я все обязательно читаю, ребят, и мне очень важно ваше мнение. Я знаю, какие видео вы уже ждете. И видео про капучу, кстати, про натуральный пробиотик, обязательно тоже появится на канале. Вот только я сейчас решу возникшие у меня проблемы и все сделаю обязательно для вас. В общем, очень полезная штука. Здесь 5 миллионов, ну то есть миллиардов по русски, миллионов по USA-системе штаммов бактерий. И здесь, кстати, несколько штаммов. Почему я заказываю именно эти и вообще пробиотики? В общем, ссылочка будет в описании. Кстати, мы не забываем говорить в видео про iHerb, потому что ссылки на все товары, которые мы заказываем, всегда находятся в описании под видео, и вам не обязательно запоминать название или есть в iHerb, как в поисковик, что-то вбивать. Вы можете просто взять ссылку у нас в описании. Описание находится под видео. Надеюсь, вы все это знаете. В общем, здесь несколько штаммов. Это очень классно. Именно поэтому мы берем эти пробиотики. Здесь 30 капсул. Ну то есть, если употреблять их внутрь в качестве вот такого смягчения удара, антибиотиков, то этой упаковочке вам хватит на месяц. Если что-то готовить из нее, ее хватит намного дольше, потому что делая какие-то йогурты, какие-то сметаны, в общем, какие-то кисло-молочные штуки, вы можете в повторную порцию использовать уже не капсулу, а несколько столовых ложек вашей прошлой сметаны, вашего прошлого йогурта, ну и так далее. В общем, чем вы занимаетесь? То есть, вы размножаете вот эти бактерии в своей питательной среде, будь то овсяное, там, соевое, кокосовое молоко, может быть, орешки кешью, если это сметана и так далее. То есть, вы даете им возможность размножиться, их становится очень много, и не нужно брать новую капсулу каждый раз. Вот такой лайфхак. Ну, я о нем еще подробно расскажу в каком-нибудь видео, например, про йогуртскую сметану. Вообще, нужно снять, мне кажется, видео про кисло-молочку, поделиться с вами рецептом сметаны, может быть, масла того же из новогоднего сборника и питьевого такого йогурта. Да, это такие же пробиотики, потому что, как вы знаете, Виталя болеет, и его сейчас лечат очень серьезными препаратами, которые сильно бьют по здоровью. В общем, две банки пробиотиков поедут к нему в больничку. Очень многие люди уже приносили передачки, ребят, и это очень сильно нам помогло, потому что я едва справляюсь с бытом, который на меня навалился с двумя собаками, у одной из которых сейчас серьезные проблемы и болезнь, и то, что вы носите Виталий передачки, меня просто очень сильно спасает. Вы, блин, лучшие, серьезно. Вы настоящая веганская семья. Погнали дальше. Итак, здесь у нас классические пробиотики, о которых, наверное, знают все веганы и веганки уже. Это лактобиф. Это пробиотики, которые практически всегда находятся на херме по скидке. По-моему, за доллар, наверное, за доллар сейчас проверили, вы получаете 10 капсул. И здесь, кажется, да, здесь тоже 5 биллионов бактерий. В общем, такое же количество, но здесь, по-моему, меньше штаммов, и такую пачку можно покупать только по скидке. И по скидке она не дешево стоит, больше, там, 200 с чем-то рублей. Лучше взять вот такую вот сразу, где 30 капсул, и она в стекле. Нету блистера, который просто выкинется на помойку. Хотя вот в Питере блистеры перерабатывают, и поэтому я их собираю всегда. Но Питер есть Питер, а остальные города есть остальные города, поэтому, в общем, стекло более экологично. Его можно использовать, кстати, повторно. Она очень прикольная, темная, туда можно, не знаю, наливать какое-то масло, чтобы оно от солнечного света не разрушалось. И насыпать какие-то специи. Можно сверху наклеить какую-то наклеечку и написать название специи. Это будет смотреться, на самом деле, очень мило, классно, и будет удобно в использовании. Вообще, надо, мне кажется, сделать видео отдельное про какие-то идеи риюза, старые упаковки, потому что у меня, например, вот консервные баночки очень сильно используются в быту. Я кладу в них всякие кухонные штуки, типа вилки, ножи и так далее. А еще сажу в них растения. Вот, например. Вот такой вот малыш сидит у меня вот в такой вот консервной баночке. Вот такой вот лайфхак, такая идея. Мне кажется, смотрится это круто. В общем, можно придумать, создать для вас видео по риюзу упаковки. Мы достаточно много так делаем, достаточно много риюзи в разной упаковке. И так как я вам говорила, эта штука стоит всего доллар по суперакции, ее можно добавить только одну в каждую коробку. И она, кстати, не всегда бывает в наличии, поэтому всегда добавляйте ее, хватайте ее, пусть она у вас лежит дома про запас. Как я говорила, на случай того, если вам понадобится лечиться антибиотиками, потому что все пробиотики, которые продаются в российских аптеках, они не веганские, да и там, в принципе, далеко не такое количество бактерий, что на самом деле очень-очень важно как раз количественное присутствие бактерий. Поэтому это более качественный препарат и атичный препарат БАД. Здесь у меня комплекс витаминов В. У меня здесь две упаковки, потому что одну я купила себе, одну я купила Виталию, мы сейчас не можем пить одну упаковку на двоих. И признаюсь вам честно, с того момента, как Виталий нет, прошло уже, ну, больше месяца, может быть, месяц и неделя или что-то такое, я ни разу не употребляла Б12, потому что у нас Б12 содержится в форме спрея, а спрей как бы сложно разделить между собой. И, конечно же, я отдала его Виталии. Вот, в общем, вместе я не пью Б12. Не думаю, что у меня за это время какой-то дефицит образовался, естественно, потому что, когда мы сдавали анализы, витамин Б12 был в норме. Да, я знаю, что вы ждёте видео про анализы, но для него нужно сильно-сильно подготовиться, потому что мы только за заказательную науку, только за факты, и нужно произвести много ресёрчинга и факт-чекинга, чтобы донести вам реально правдивую, доказанную информацию, ребят. Поэтому качество, а не скорость. Качество, а не количество. На этом канале. В этом комплексе есть витамин С, который, наверное, позволяет чему-то усваиваться здесь. Здесь есть витамин В1, витамин В2, витамин В3, витамин В6, фалат. Это витамин В9, насколько я знаю, фолиевая кислота. И витамин В12. Ещё какой-то биотин и пантотеник осид. From D-calcium. Не знаю, ребят, что это такое. Короче, здесь комплекс витаминов. И витамина В12 здесь 1000 мг. Такую дозировку можно применять дважды в неделю. Мне кажется, это довольно удобно. То есть, если ты один-два дня забудешь, ничего страшного. Тебе нужно будет не третий день это всё выпить, применить. В каждой по 30 растительных капсул. Да, и надеюсь, вы знаете, что обычные капсулы из обычных аптек делаются из желатина. К сожалению, на данный момент альтернатив нету. Но вот в Америке, например, уже выпускают растительные капсулы на основе, наверное, скорее всего, агар-агара. Ну, в общем, чего-то такого же желеистого. Поэтому, если для вас это важно, если для вас нужна этичность веганства, старайтесь проверять капсулы, которые вы покупаете. Ну, а если вам нужны лекарства, которые вы нигде не можете купить, то покупайте лекарства с желатином, пожалуйста, потому что веганство не должно быть во вред вашему здоровью. Веганте настолько, насколько это возможно и практически осуществимо. Забота о себе, ребят. 9 долларов, плюс я участвую еще в какой-то акции. Вы можете использовать наш реферальный код и получать скидку. Мы, соответственно, от того, что вы используете наш реферальный код, получаем тоже какой-то кэшбэк, бонусами, и за эти бонусы мы делаем вот эти вот покупочки с Альтерба, и мы вам просто супер благодарны, ребят, потому что мы заказываем все необходимые реально вещи, витаминки. Ну, а иногда, что уж там говорить, балуем себя какими-то ягодственными приколюхами. Почему бы и не попробовать что-то новое и оригинальное? В общем, 9 долларов, я думаю, это меньше, чем 700 рублей. С учетом того, что одну капсулу нужно пить раз, где-то, два раза в неделю, где-то, этого хватит на 15 недель. А 15 недель, это у нас практически, блин, 4 месяца, ну, 3,5 точно. Поэтому, считаю, что это, в принципе, адекватная цена. 200 рублей на месяц за целый комплекс. В 12, конечно, в чистом виде можно найти и дешевле, но я сейчас, если честно, питаюсь довольно плохо, потому что у меня нет ресурса времени и других вообще ресурсов себе готовить. Иногда даже нет ресурса тупо сходить в магазин. Виталя, сами понимаете, питается, чем придется, вот, поэтому я решила записать комплекс, чтобы состояние организма не сильно пострадало. Итак, здесь у меня железо. Железо, что только одна банка? Да, видимо, железо только одна банка. Хотя мне казалось, что я заказывала две. Но, может быть, в той коробке что-то найдется. Хилатный магний. Хилатный, это такая форма вещества, форма магния, которая сваривается, лучше всего. Хилатный, может быть, не обязательно магний, хилатное, может быть, железо. Вот, кстати, не помню, железо, которое я заказывала, хилатное или нет. Но здесь написано, что оно нежно. My English is not very good. Ну, в общем, бережно, бережно относится к желудку. Вот, по поводу формы. Да, здесь тоже хилатное железо. Здесь написано, что железо, как ферроцел, би-глигонат, хилат. В общем, здесь тоже хилатная форма, которая очень классно усваивается. Кстати, забыла сказать вам про дозировку. Здесь на одну таблеточку 27 мг железа. Отличная порция. Нужно ли употреблять железо всем на веганстве или магний, ребят? Хочу ответить на этот вопрос. Нет, конечно, далеко не всем нужно употреблять магний или железо. Обязательно сдавайте анализы, следите за питанием. Но если вы знаете, как я, например, что вы реально сейчас плохо питаетесь, не знаю, вы там питаетесь ними бутербродами, например, или чем-то таким, вот. Едите, в общем, однообразную еду. Я, например, сейчас почти не ем овощи, почти не ем фрукты и мало ем орехи. Я понимаю, что я реально не ем то, что мне нужно есть, поэтому я знаю, что мне эти вещества необходимы. Плюс железо рекомендуют употреблять всем персонам, у кого есть инструации. Каждый день ваших месячных употребляйте вот такую вот таблеточку. Без таблеток. То есть, если даже каждый день глушить эти таблетки, это... Этого хватит, блин, на 6 месяцев. На полгода, ребят, на полгода. И стоит такое железо 8 долларов. В общем, меньше 600 рублей. Это может 550 с нашей скидкой, так тем более. Я считаю, что это абсолютно адекватная цена. Может, кстати, поэтому я взяла всего одну банку, потому что здесь дохрена таблеток. И даже одному человеку этого хватит на 3 месяца. Я не помню, ребят. Это была моя шесть прошлого. Если бы сейчас можно было вернуться назад и спросить, Маша, почему ты заказала только одну банку? Я бы так сделала, вернулась бы в настоящее и рассказала бы вам. Но, увы, почему я заказала себе магний? Потому что мне его прописала психиатрка. Магний влияет на состояние наших нервных клеток. Я не уверена, что у меня есть дефицит. Но здесь нет какой-то адской дозировки. Вот. Здесь, например, написано на упаковке, что дозировка, которая здесь есть, 200 миллиграмм, содержит в себе 48 процентов от дневной нормы, ну, по стандартам США. Стандарты в мире немножко разные, но я, в общем, доверяю стандартам США. Да, я западная пропагандистка и западная агентка, и доверяю только США, а не России и Путину. Вы, конечно, можете иметь свою позицию, но меня это любишь, что в моей позиции не надо. Ага, я выяснила новую информацию. Здесь в одной таблетке 100 миллиграмм, и здесь 120 таблеток, но дневную норму рекомендую две таблетки. В общем, если пить одну таблетку, это всего 25% от нашей суточной нормы, то есть, остальное вы можете добирать питание. Допустим, если у вас есть какой-то легкий дефицит или подозрение на дефицит, одна таблетка в сутки, 120 таблеток в 4 месяца магния. Вот. Вообще, магния рекомендуют употреблять вместе с витамином Б6, но вот у меня вот такой вот комплекс есть, где есть витамин Б6. И его, кстати, дохлина процентов от дневной нормы. Ну, в общем, понятно, что большая часть не усвоится, поэтому не смотрите на вот эти вот проценты. Наш организм не потребляет прям все, что вы в него загружаете. Что-то выводите просто с мочой, с векалием. Ну, в общем, вы поняли, не будем долгом срезать эту тему. Давайте пойдем дальше. Здесь у меня шампунь и кондиционер с очень крутым названием. Вот только из-за названия давно хотела попробовать. Шампунь и кондиционерчик. От австралийского бренда Сукин или Сукин. Я не знаю, как правильно. Мне нравится первый, я буду называть таким образом. Здесь по пол-литра каждого вещества. Не знаю, ребят, как по качеству, но сейчас для меня важно, что он веганский и натуральный, классный по составу. Надеюсь, что будет классно промывать. Я читала отзывы, отзывы, положительные отзывы, классные. Nature Веган Нон ГМО Австралии Мэйд Круэлти Фри. Короче, полный набор плюшек здесь есть. Не написать только что без глютена. Возможно, с кем-то протеинами пшеницы и все, нам хана придет. Так что подумайте, стоит ли вам его покупать или нет. Сарказм. Стоят эти прекрасные штуки по 10 долларов, то есть по 730 там или что-то рублей. В общем, 700 рублей с нашей скидкой я вам точно гарантирую. Вот. Поэтому за пол-литра в принципе мне кажется адекватная цена за такой состав, в котором нету там животных ингредиентов, синтетических штук, минеральных масел, красителей. Я не очень знаю английский, поэтому не могу все резко переводить. Простите. Нет чая. Не знаю, почему это так важно. Нет фталатов. Нет три куазана. Нет сульфатов. Нет пробенов. Нет силиконов. Нет и DTA. Не знаю, что это. И пропилена, гликоля тоже нет. И еще одной штуки, которую я не могу перенести. В общем, заходите по ссылке в описании и посмотрите сами. Состав очень крутой. Думаю, что если вбить его на сайт Экоголик, это сайт, на который можно проверить экологичность, натуральность всякой разной косметической продукции, я думаю, что все будет супер в плане продукции. Здесь есть масло, балаба, блин, понимаете? Блин, это просто классно. Витамин Е, мандарин, ванилин, зачем? Для запаха, наверное. Лаванда, танжерин, в общем, куча всяких классных штук. Надеюсь, что мне понравится, моим волосам тоже понравится, потому что у меня волосы довольно привередливые. Во-первых, они окрашены, и если их помыть каким-то стрёмным шампунем, они либо будут недомытые, какие-то грязные из-за того, что там в шампуне есть силиконы, вот, они будут стрёмно даже выглядеть, как будто голова не помыта, вот, либо если это супернатуральный шампунь, например, мне очень не понравился шампунь от Лешего, потому что там много масел, и волосы тоже как будто не помытые, грязные, либо если использовать какой-то классный промывающий шампунь, у меня волосы как мочалка, как, не знаю, ласточки на гнездо, вот такое, все спутанное, поэтому подобрать классный шампунь для меня это такая не слишком простая задача, хотя у меня нет дерматитов, у меня нет аллергии, чего-то такого, перхоти, не представляю, как людям с этими критериями еще более сложно подбирать шампунь. Та-дам! Это корица! Вы скажете, ну нафига корицу тут оттаскать, сайхиларбай, углеродный след, и вообще все можно купить на Вайлдберс, и на Зонг, напишите в комментариях. Ребят, вы можете покупать все, что угодно, где угодно, но мы для себя выбираем Айхер, а значит, у нас есть причины на это. Конечно, можно купить. Можно и на Шри-Ланку съездить, или в Индию, и привезти специи оттуда. Мы, кстати, так делали, когда путешествовали. Такое ощущение, что этого вообще никогда не будет, все было просто снов в текущих реалиях. Вообще, уже не верится, что это было когда-то в нашей жизни. Ну да ладно, не будем о грустном. Мы купили себе корицы. Я не знаю, мне кажется, ваш мир больше не станет прежним, так же, как и наш мир. Разрушился на кусочки, когда мы узнали правду о корице. Так что, сядьте, выдохните, поставьте на паузу, если вам нужно подготовиться. Сейчас я расскажу вам шокирующие факты. То, что мы знаем с вами под названием корица, на самом деле корицей не является. Это называется кассия или китайская корица. Настоящая корица называется цейлонской корица и она растет только на острове Цейлон, который называется Шри-Ланкой сейчас и в Южной Индии. Вот. И мы заказали именно цейлонскую корицу. Она еще органическая, сертифицированная. Еще и fair trade, то есть ее собирали люди не в рабских условиях, а им нормально, достойно оплатили их труд. Это, конечно, очень круто покупать такие продукты, если у вас есть такая возможность. У нас она, к сожалению, далеко не всегда есть. Но благодаря вашим заказам на Ахилорбе вот можем себе вот такую штуку позволить. В общем, почему корица, а не кассия? И как они вообще отличаются? Почему кассию называют корицей? Вкусы у них в принципе похожие, но все-таки разные. Кассия намного дешевле, поэтому ее используют везде. Корица намного дороже. Вот такой вот пакет здесь полкилограмма, ну, 452 грамма по классике Ахилорбе. Ахилорбе пошелся нам в 20 долларов. Ребят, ну, это, конечно, недешево, но, с другой стороны, здесь, блин, 453 грамма. Корица, настоящая цивонская, корица является одной из самых дорогих спиаций в мире так-то. Но вы не будете же ее есть просто килограммами, поэтому цена в 20 долларов, что равняется примерно там со скидками с нашими, 1400 рублей за 453 грамма, это 3 рубля за грамм. То есть вы добавляете, например, в какие-нибудь блюда, например, в шарлотку, в нашу легендарную шарлотку, смотрите видео здесь. Если вы еще не готовили ее, ребят, обязательно приготовьте. В моем инстаграме, ну, вообще в инстаграме, благодаря моему рецепту, эта шарлотка стала вообще шарлотеральной, легендарной, ее готовили даже те, кто готовить вообще не любит и не умеет. И, блин, это просто моя глобость на самом деле. Вот. Если вы, например, добавляете эту корицу в шарлотку, например, вы будете добавлять 10 грамм. Это нормальное, оптимальное количество. Таким образом, у вас 10 грамм выйдет на 30 рублей. Ребят, пакетик корицы в магазине, он стоит примерно столько же. Ну, пакетик хорошей корицы от каких-то брендов типа Катай, Микамис, ничего такого, стоит, блин, еще дороже. Поэтому цена нормальная на самом деле. Плюс у вас будет вот такая одна большая упаковка. К сожалению, я не знаю, что это за пластик. У меня подозрение, что это смешанный пластик по типу семерки. Но в США в любом случае не маркирует продукцию. Мы можем догадываться о типе пластика только по косвенным признакам. Например, здесь мы видим сварной шов по середине вот этого изделия. Значит, что это, скорее всего, двойка. Полиэтилен высокого, низкого давления. Не помню точно. Нет, на некоторых маркируется. Слушайте, да, маркировки присутствуют. Вот шампунь, скорее всего, из ПЭТа. Есть вот такая вот точка. Видите, прямо на самом дне внутри вот этого пипка. Это говорит о том, что это ПЭТ. 95% просто, что это ПЭТ. Я считаю, что цена за такой большой пакет довольно оправдана. Если вы будете брать неорганически сертифицированную сайлонскую корицу, то она будет еще ниже, может быть, долларов 15. Я считаю, что это нормальная цена. Я вам уже объяснила, почему. Плюс, здесь у вас будет одна упаковка. А когда вы будете покупать корицу в маленьких пакетах, это будут такие же композитные пакеты, бумага, фольга, пластик, но вы их никуда не сможете сдать, им будет очень много. В общем, такая корица, это классная штука. Камера. Пойду, открою окно, потому что камера уже перегревается, я слишком много болтаю. Переходим вот этой большой коробки. Начнем с того, что здесь тоже есть корица, и эта коробка была заказана первой. На тот момент, когда я заказывала, никакой вот такой корицы в наличии не было, к сожалению. И мне пришлось сначала заказать маленькую, причем я думала, что она в стекле, думаю, блин, будет классно такую баночку реюзить. Сейчас я понимаю, что она из пластика, но ее anyway, будет нормально реюзить, она довольно прикольно смотрится. У нее крышка, я думаю, что это не металл, я думаю, что это БС-пластик, покрашенный под металл, но смотрится в любом случае прикольно и стильно. В общем, конечно, такая корица намного дороже, чем та прошлая корица. Здесь 50 грамм, ну, 49 грамм, 1,75 улз, и стоит эта штука 5 долларов, то есть 40 грамм за 5 долларов и полкилограмм за 20 долларов. Конечно, это более выгодно, хотя я уверена, что эту штуку я покупала по какой-то скидке. Сейчас, наверное, сложно уже проверить. Ну, и в любом случае, для вас скидки уже не будет, наверное. В общем, вот такая штука тоже будет. Буду насыпать большого пакета сюда. Вот мое решение. Наш любимый классический витамин D3. Раньше мы покупали витамин D3 от бренда MRM, сейчас мы покупаем бренд Doutrella. Почему? Потому что здесь целых 5 тысяч условных единиц витамина D, при этом здесь 180 капсул. Если ты живешь в Питере, то витамин D3 нужно чуть ли не по венам себе пускать, потому что здесь от отсутствия солнца можно просто умереть. Или, не знаю, получить какие-то траблы со здоровьем, поэтому здесь, мне кажется, круглогодично нужно употреблять просто витамин D. Посмотрим, что будет летом, но я уверена, что ультрафиолетового индекса здесь будет недостаточно для того, чтобы получать нормальную дозу витамина. В общем, на целых полугода на одного человека такая упаковка стоит в районе двух тысяч, я это примерно помню, потому что покупаем ее уже не первый раз. Очень классная, удобная штука. Здесь капсулы, употребляйте их каждый день, но если у вас не так плохо с витамином D, то употребляйте одну, например, раз в два дня, потому что здесь пять тысяч условных единиц. Для поддержания уровня витамина D если он у вас в хорошем состоянии, а его нужно держать именно близко к верхней планке, потому что когда Виталя ходил, обследовал свое здоровье в плане коленов, в плане суставов, врач сказал ему, что несмотря на то, что у него нет дефицита, нужно стремиться именно к верхней планке нормы, поэтому стремитесь к верхней планке. Но если у вас витамин D уже на верхней планке и вам нужно просто поддержание, купите себе витамин с дозировкой две тысячи, две с половиной тысячи условных единиц, либо вот такую капсулу употребляйте, но не каждый день. В общем, очень классная, удобная упаковка, крайне рекомендуется в употреблении. Вот это средство для мытья стекол и лока, ну в общем, я думаю, для всяких блестящих поверхностей, идеально подойдет для экрана телевизора, там в том числе бренд Attitude, канадский продукт, полностью веганский, все с ним круто, он не дешевый, сразу скажу вам, но если у вас нет возможности позволить себе этичную бытовую химию, вы всегда можете прибегнуть к рецептам DIY, мы делились такими рецептами вот в этом видео, ребят, там также есть средство для стекол, и оно на самом деле очень классное, но там не только средство для стекол, поэтому посмотрите это видео, поставьте ему лайк, вообще ставьте нам лайки, пишите комменты, поддерживайте нас, это всегда очень приятно, и это очень важно для алгоритмов Ютуба. Мы-то знаем, что вы нас любите в любом случае, но Ютуб-то не знает, что наш контент классный, ему нужно это показать на языке Ютуба, писать комментарий, поставить лайк, а лучше всего репостнуть наше видео в свои социальные сети, даже не важно, что у вас там нет друзей, что у вас полумёртвые страницы, без разницы, Ютуб просто засчитывает абсолютно все репосты, для него это важно, выход за пределы, бьет. В общем, вот такая штука, здесь практически литр, 800 миллилитров, я думаю, буду пользоваться этим практически год, потому что средство для стекол уходит, как правило, ну, довольно долго, и стоила эта штука, грузится, грузится, ребят, чай пока попьём. 9 долларов, ну, то есть, примерно 650 рублей, но здесь почти литр, и я думаю, если этого хватит реально на год, ну, хотя бы на полгода, даже, что это 100 рублей в месяц, я не думаю, что это, в принципе, такая катастрофическая цена, но если вы себе это не можете позволить, DIY рецепт для вас, для вас. Дальше, вот это вот средство, это универсальное средство для уборки дома, уборки вашего дома, поверхности, и всего такого, ароматизирован, чем, что за запах тут, непонятно, здесь тоже нет всяких променов, талатов, здесь нет хлорина, то есть вы не будете задыхаться от хлора и получать какие-то яды от хлора, можете пользоваться этим средством, оно экологичное, естественно, веганское, здесь 946 миллилитров, 32 жидких унции, и стоит оно 11 долларов, ну, то есть примерно 800 рублей, с нашей скидкой, конечно же, дешевле, и хватит, я думаю, этого надолго. Запах здесь герань, и я не знаю, как она пахнет, поэтому прям сейчас при вас проверю. Американские штуки всегда запакованы на совесть, и в инструкции использования даже написано, если упаковка нарушена, не пользуйтесь средством, я, конечно, такого никогда не пойму. Может, эти ножницы хотя бы для этого подойдут, но я не уверена. Блин, запах просто бандический, я не знаю, что, я не думаю, что так пахнет герань, но аромат очень цветочный, блин, он очень крутой, сейчас просто буду сидеть в конце видео, нюхать эту штуку, офигеть, вот прямо сейчас только из-за этого запаха хочется пойти и убирать квартиру. Мне, кстати, пора уже это сделать, поэтому я надеюсь, что средство хватит, опять же, примерно на год. Я довольно экономно расходу средств, я не знаю, вы, может, вы льете их литрами, но я скажу вам секрет, вы можете использовать маленькую горошинку зубной щетки, буквально, я не знаю, маленькую, лужицу шампуня, и небольшую капельку средства, не верьте рекламе, не поливайте там себе вот так вот зубной пастой, гелями, шампунями, геля я использую тоже буквально 2-3 капли, если он хорошо пенится, то его хватает просто на все тело, в общем, я все расходую экономно, очень экономно. Дальше, 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 дальше. вот такое вот средство для очистки с запахом лимона. Здесь все натуральное, и здесь на основе эфирных масел средство для того, чтобы держать ваши поверхности свежими и чистыми. Ну, в общем, я буду его использовать на кухне, потому что на кухне поверхности довольно быстро грязнятся, сами понимаете, когда готовка идет полным ходом, вот эту штуку буду использовать. Надеюсь, что она у меня подойдет также для очистки плиты. Плита сделана из стекла керамики, основная часть у тебя наигазовая. Вот, надеюсь, что эта штука не будет давать разводов. Мое прошлое средство сахербара, которое мы, кстати, показывали вот в этом видео, оно не давало никаких разводов. Его, кстати, хватило вот примерно на полгода вот такого вот, вот такой упаковочке. Поэтому надеюсь, что вот эта штука... Дальше. Здесь у нас цинк. Я заказала его и себе, и в Италии, потому что цинк очень сильно помогает поддерживать иммунитет. Так, я говорю вам, что сейчас качество моего питания очень сильно упало, качество питания, но питание вообще, оно находится довольно на низком уровне, и только благодаря передачкам оно как-то поддерживается. Вот, нужен в том числе цинк. Здесь прямо написано, что здесь 60 вегатских лозунгов. Не знаю, что это значит. Может, типа, пастилки или что-то такое. В общем, 60 штук в каждой дозе. 209 процентов цинка. Здесь 60 штук, как я вам говорила, то есть, на двоих, это на месяц. И стоит такая штуковина леденцы, леденцы с цинком, со вкусом лесной ягоды. Я вот сейчас уже хочу попробовать, слипять на ваших глазах, буду сидеть и тащиться просто от вкуса и аромата. Итак, стоит эта штука 3,5 доллара по нашим скидосам, что равно примерно 250 рублям или около того. Ну, в общем, курс немножко скачет, поэтому говорю вам примерно. Кому-то, кстати, удобнее понимать доллары, потому что нас смотрит не только Россия. Ребята, у нас такая огромная география, это просто вообще восхищается, если честно. Такое ощущение, что мы просто поедем в любую точку мира, там будет наша семья, и это просто какое-то невероятное чувство. Кстати, хотела вам сказать, что несмотря на то, что нам многие говорят, что вы такие мажоры, вы заказываете с Айхилоба, потратите деньги, миллиарды денег на всякие Айхилобовские американские штуки, я хочу вам сказать, что в России витамины стоят просто в разы дороже, вот серьезно. Например, магний, который я вам показывала и говорила, сколько он стоит. Я не помню, ребят, но что-то в районе 600 рублей, по-моему, за 120 таблеток, которых хватит при употреблении, как сказано это в инструкции на 60 дней, то есть на 2 месяца. В России я за эти деньги покупала магний, который мне хватило меньше, чем на месяц. Я не помню точно, но по-моему, на 2 или 3 недели. В общем, Айхилоб на самом деле выгоднее в плане витаминов. Кстати, в аптеках вы можете встретить также бренды, которые продаются на Айхилобе, и они стоят просто в 2-3 раза дороже, чем вы можете сами купить на Айхилобе, если сделать это с нашим скидосом. Ну, в общем, Айхилобе, точно такие же пробиотики, как были в первой упаковке. Нам они точно не помешают в данной ситуации, потому что Виталий находится на огромном количестве препаратов, которые просто убивают его организм. И перед началом лечения его врач сказал ему, что смысл лечения в том, чтобы убить бактерию, при этом не убив тебя. Ну, вот, в общем, чтобы не убить Виталию, в том числе будем использовать пробиотики. Последнее, ребят, последнее, последнее пару штучек. Это железо, здесь 36 граммов железа, 90 веганских капсул растительных. Ну, здесь железо, к сожалению, нехилатное, ну, в общем, дозировка побольше, поэтому надеюсь, что усвоится столько же. здесь железо, как биглюконат. Форма усвоения биглюконат железа. Вот, 90 капсул, то есть этого хватит 3 месяца одному человеку. Считаю, что тоже довольно классно, и это железо стоит 9 долларов, ну, то есть где-то 700 рублей, плюс там какая-то скидочка вообще будет по нашему коду. В общем, вы уже это поняли, я не буду это каждый раз повторять. 3 месяца, мне кажется, нормальная сумма, ребят, по 3 доллара на месяц, по 200 рублей на месяц, для того, чтобы получать качественное и веганское железо. Ну, и последнее, последнее, что у меня есть здесь, это маленькая стеклянная упаковка, вот эти штуки зеленые тоже буду реюзать для керамики, нет смысла выбрасывать, пупырочка, вы можете ее, конечно, использовать как антистресс игрушку, ну, здесь, кстати, уже половина на самом деле пузырьков лопнули, это значит, что мы посылочку пинали, какие-то недобросовестные перевозчики, пинали, швыряли и так далее, ай-яй-яй, блин, ну вот, в общем, здесь у меня, тадам, мадагаскарская вани, жидкий экстракт ванили, почему я купила эту ужасно дорогую и абсолютно непрактичную штуку, потому что ее постоянно добавляют во все десерты, абсолютно почти все англоязычные веганские блогеры на ютубе, я уже устала, я просто хочу знать, почему они добавляют, может, это такой же наркотик, как копченая паприка, копченая паприка стоит, конечно, намного дешевле, потому что эта хрень стоит 10 долларов за 60 миллилитров, ну, кстати, я добавляю буквально по чайной ложке, а в чайной ложке где-то 5 миллилитров, соответственно, этой штуке хватит на 12 применений, 12 применений, 10 долларов, давайте посчитаем итак, 83 цента за каждое применение, давайте умножим на текущий пуст доллара, 60 рублей, 60 рублей, и мы получаем натуральный ваниль, ну, кстати, с учетом того, что ваниль это одна тоже из самых вообще дорогущих специй в мире, она уже дороже даже, чем корица цейлонская и так далее, ну, может быть, это вполне достаточно, кстати, адекватная цена, потому что на палочке корица стоит вообще совсем дико дорого, я думаю, что это пахнет прям убийственно, блин, это реально классно, но чувствуется спирт, наверное, мне кажется, это настойка на спирту, нет, здесь нет спирта, здесь у нас органический глицерин, органические бобы, ванильные бобы, экстрадированные в воде, мне кажется, в общем, запах реально натуральный ванили, если вы когда-либо пробовали палочки ванили, то вы поймете, о чем я, это совсем не тот запах, который дает ванилин, поэтому, если вы можете себе это позволить, попробуйте это, я теперь думаю какую-нибудь вкусную штуку сделать с этим, или попить наш легендарный тыквенный кофе, добавить туда вот эту хрень, видео с кофе находится здесь, в общем, мы с вами распаковали целые две коробки, прошло миллион времени, погода еще более ухудшилась, потемнела, но я хочу сказать вам, что мне было приятно снимать для вас видео, и немножко вернуться опять в ютуб, потому что я вам говорила, что долго не могла бы ступиться ко всему этому, и не пила бы 12 месяцев, и все такое, ну в общем, ребят, спасибо, что вы смотрите наше видео, спасибо всем, кто досмотрит до конца, вы вообще самые-самые-самые-самые лучшие, самые преданные наши, любимые члены нашей веганской семьи, ребят, спасибо, что вы есть, благодаря вам жить в текущей ситуации намного лучше, приходите в инстаграм, Маша из прошлого передает вам то, что в инстаграме появились новые классные посты, вот так, в общем, спасибо всем, кто смотрит, и спасибо огромное тем людям, которые поддерживают нас на разных площадках, вы тоже можете поддержать нас с совсем небольшой суммой от одного доллара, став нашими патронами на платформе Патреон, или став нашими спонсорами на площадке Ютуб, что для вас удобнее, ребят, ссылки на площадки находятся в описании под видео, все, кто донатит нам какую-то сумму, поддерживают выпуск видео на этом канале, ребят, без вас мы бы уже точно бы и не справились, и выиграли бы, и вообще не вывозили бы это никак, никакими ресурсами, поэтому спасибо большое вам, что вы есть. до такого вещества, но это не очень красивое, покажу, более красивое. Сейчас я вам скажу цену. Цена, какая цена? Пока все дружится, попью куэрчик. Стоит оно 11 сантиметров. Здесь 120 таблеток. Почему здесь 100, здесь 200 миллиграмм? А, потом... все падает. Все валится. О, сейчас, этот факт чехим будет. Обошелся нам... Там какая-то штука содержится, бля, эфирные масла. Обошелся нам в... сейчас, секунду. Обошелся нам... Ладно, ставим на паузу пока факт чехинг... Так... 不... Чехadores...